Ты любишь шашлыки с ними? Слушай, в моей семье это одна из самых интересных традиций, была до моих лет 20, наверное. В чем она заключалась? Второй день после всех алкогольных посиделок. Обычно заключался в том, что все люди, которым было немного плоховато после всех вот этих дел... Так вот крутили шампут. Да, они собирались у нас в гараже. У нас был гараж такой, и вывеска иногда была. Мы сами подождем, кафе гаражная была. Кстати, ездил же в Крым, в отличие от некоторых, да. И купил там что? Кориандр, правильно? И не только кориандр. Не привез другу ни коньячок никакой, никаких приколов. Я тебе с Зензибара принес коньяки, ты сказал, ну конечно такое себе. Вот столько было. Вот ты его распакуй и понюхай. Я уже один раз с этим сталкивался. В Москве мы были, по-моему, да? Вот это, возможно, чуть-чуть мелковат, но вот это кусочек, смотрите, он идеален. Это я могу говорить абсолютно ответственно, я это делал сто раз. Короче, у Артема все, что помещается в руку, он считает идеальным. Да, короче, у меня устали руки, потому что на Мальчишнике было очень много людей, видео, кстати, уже на канале. 12 килограммов мяса и 12 килограммов лука я нарезал, средние остроты ножом. У меня просто правая рука опухла. Как в 14? Да. Да, куча каламбурь. Да, ну а что вы хотели? Это нормально. Вы на какой канал пришли? Если кто-то пришел просто прошешу их посмотреть, вы очень зря. Я считаю, что вот такие вот куски, он, видите, он твердый, нужно убирать и не жалеть мясо. Так взяли, хоба, и в мусор. Андрей, убери его, он будет как бельмо мне на глазу висеть. Это не очень эстетичный кадр, Андрей. Мусорку показывать, наверное, в видеоблоге, наверное, не стоит. Да. Бывает иногда такая дилемма. Вот такой вот кусочек. И что с ним делать? На котором вот эта вот висюлька, короче. И все, потому что она в любом случае сгорит, понимаете? То есть, ну... Ну или когда зарабатываешь больше друга, в целом можешь не жалеть мяса. Такая вот история. Андрей же на Мальчишнике больше всех охуел, как было вкусно. Я очень реально думаю, блядь, человек, ты первый раз, что ли, ешь шашлык? Кстати, простите, что иногда в кулинарном даже шоу будут такие слова. Потому что нам похую, так? Да. И он прям, как так вкусно, как так вкусно. Больше всех удивлялся. Потому что Андрей немного прикурил, правильно? Это нормальная история. Вообще, в целом, залог хорошего шашлыка ни в мясе и ни в луке. Давай так. Лайк с тех, у кого в гараже или в багажнике лежит решетка за 150 рублей, которая работает уже 72 года. Вообще, мне кажется, что своя романтика есть абсолютно в любом формате готовки шашлыка. Ага. Ты на слове романтика про алкоголь вспомнил? Да какая романтика про алкоголь? За вас, друзья. Я, кстати, в этом году ездил на озеро и тоже решил выкинуть уже эту решетку. Открывая урну, она там шестая уже. И ты выбрал самую лучшую из тех людей? И забрал, да? Думают, еще походят. Это как? Вообще, очень хотелось бы попробовать пожарить на очень крутом мангале, знаешь? Я когда смотрю, типа Костяна там или Дружа, у них же всегда там вот эти все вебр, херебр. Так нам, наверное, ничего не дадут, да? У них вот эти все вебр. Вот. А мы прям только ради этого начали, да, всю эту историю? Ну, конечно, конечно. Это же канал Однодневка. Мы сейчас... Мы просто набираем грили, мангалов, да, типа, комода. Удаляем, говорю, вы что ебануты, вы про тачки снимались? Как вы к этому пришли, блядь? О, что-то меня укусило в голову, блядь. Загугли энцефалит, что за хуйня? Как муж Наташи Королевой, да, мне вот в углу, блядь. А что, если это будет рубрика «Нанизываем с Михеевым Павловым», нет? Может быть, такая. А как ты сказал? Или ты сказал? Пиздим и нанизываем. Пиздим и нанизываем, спасибо. Я просто гениально. Я просто соорудил. Я сказал. Я сказал? Да, я сказал, ну что это, пошли по пиздим и нанизываем. Сейчас многие тигриные львы и львухи спрашивают, пацаны, ну, нельзя разве снять всю эту ситуативную ситуацию, происходящую в нормальном свете и в нормальной ситуации? А мы адаптировались к происходящему, потому что всегда вы приезжаете вечером, я не знаю, кто в 12 часов шашлыки жарит, но есть такие. Нет, у нас реализм. Мы всегда приезжаем вечером или ночером и только в этот момент, когда уже темно. Нет, там еще обычно вот так это происходит. Да-да-да, с фонариком. Нет такого там суперсвета, да, и вот стоит Кент один вот так, блядь. Подожди, готово, не готово? Нормально, чё, чё, давай нож неси, сейчас подрежем его. Есть шашлычка, которую мы очень любим, но там просто уксусный маринад. Это пережитки прошлого. Наши с вами мамы и папы, кто нашего возраста, в 94-м году, собираясь на шашлыки, и такие, может быть, возьмем кориандр, и такие, где, ёбаный, блядь, ёбанула что ли, Танюха, блядь, какой, алёб, блядь. Ты озвучиваешь даже лучше, чем я. Йогуртный, йогуртный может сделаем, хуй йогуртный, блядь, неси мясо сюда, пизда, блядь. Но дружие иногда очень прикалывает меня. Это очень простой рецепт, и дальше говорит, типа, ну, винный уксус. Или китайский там синчу хан сло. Нет, вдруг прислал. Это соус, который он всегда хвалит, который можно использовать вместо соевого, но он вустарский. Он продается везде в любом сперкете. И, кстати говоря, мы его пробовали. В любом, который ходит Артём, видимо, потому что в те, в которые хожу я, ты говоришь, вустарский, что это за виски? Пойду, блядь, юмора почитаю маленько. Юмора почитаю, это возьму и гермайстера. Мы сделали небольшую отсылку, сами для себя, не для вас. И теперь для вас. Именно с такими красными стаканами мы проработали 7 лет в одном из клубов Красноярска. Наша величинка на хач-мач похочи вовремя. Он другой язык выучил. Он не стал вовремя, тихо. Наша величинка... Не могу, прикинь. У меня в семье, обычно добавляли зеленушку всякую разную. Любая, которая остается у тебя. Лук, чеснок, лук имею в виду, который зеленый тоже. Маленькая такая, мелкая, что ли, укроп. Любая зеленушка шла в печенес. И однажды, когда мы были на мальчишнике Никиты, помнишь? Так, помню. Роман Могилей. Очень хорошо. Пускай Денис Александрович сделает печенес, у него он какой-то прикольный получается. Секрет в том, что любая зеленушка, она рано или поздно попадается тебе с печенесом. И радует тебя, да? Окей, пропорции майонеза и печенеза по нашей системе. Так он же и называет чек печенес. Значит, должен быть чуть-чуть печенезней майонеза, правильно? Назвался бы Маникейдж, тогда бы, конечно, майонез знало больше. Маникейдж? А давай Маникейдж. Давай Маникейдж. Джон Маникейдж. Джон Маникейдж. Тогда да. Джон Маникейдж, нормальная тема. Есть печенес, есть Маникейдж, правильно? Это в зависимости от того, сколько у тебя в холодильнике осталось выдавить из этих патчей. Либо печенес, либо... Либо нихуя. Либо просто зеленушка. Окей. Трясешь кетчуп, перейдем их наливать? Ну, зря. Ты знаешь, что трясеный... Вот в эту часть наливаем... Опа. Вот так. Ничего себе. Кепчук. 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 Секс. Калидор. Компьютер. Это нормально. Это слова исключения. Компьютер-то нормально. Компьютер. Компьютер плохой. Двух видео. Да, я сейчас сделаю масло из этой всей хуйни. Все, все, все. Нормальная вкусняшка. Приглашаем в кадр пробовать. Лерчик, пожалуйста, проходи, пожалуйста. Мой хороший. Давай. Итак, дай ножик. Я думала, мне просто дадут, и я пойду есть в угол. Нет, конечно. Так обычно, дома. На коврик. Шляпа полная. Ну вот, скетчинэ. Да, блядь, я то. Так ты, конечно, ее приучил, она знает, что, как бы, ну, типа, ясно, вы дома все с этим едите. Мы очень долго думали, какую систему расчета вкусности шашлыка, которого мы приготовили ввести, и типа, это была десятибальная шкала, ценовая шкала, шкала, съел бы или не съел, шкала, что-нибудь бы добавил, там, кориандр или чеснока. Да, оказалось, типа, все просто, с кетчинэзом или без. Зашуль, ну, вот порция 250 грамм, ты приходишь в ресторан, тебе за это, говорят, заплати 500 рублей. Она вот так поворачивается ко мне и говорит, ну, что, нормально идти, мая, блядь, хауэм, нет. Мясо, конечно, получилось такое себе, и рубят, сидят все. Да, да. Так, ну и что? Ну, и просто в семье тоже едим только один майонез. Без кетчупа. Поэтому. Увидимся. Не, ну, залупа знатная. Объективно, блядь.